Анна, здравствуйте. Защищать честь страны на конкурсе молодых исполнителей в Витебске большая ответственность для любого певца. Как почувствовали перед собой готовность совершить такой серьезный шаг? Этот конкурс всегда приковывал мое внимание. И лет пять назад я думала, что когда-нибудь я буду стоять на этой сцене. И в этом году я решила испытать судьбу, испытать свою удачу и попробовалась. Признаюсь честно, я подавала заявку на конкурс за 10 минут до окончания подачи заявок. И мне кажется, это своего рода какая-то, наверное, удача и везение вот так случайно вспомнить, что в этом году «Славянский базар», что стоит попробовать свои силы. Так получилось все как-то искрометно, а в итоге я представитель от страны на конкурс «Славянский базар». Я думаю, что это знак судьбы. Вы всегда и во всем настраиваетесь на победу. Сейчас при подготовке к конкурсу, что дает вам уверенности в ней? Конечно же, в подготовке мне помогает большая команда. Под свое широкое крыло меня взял на подготовку продюжерский центр «Спамаш». Поэтому такая большая команда. Я плодотворно и очень продуктивно занимаюсь с преподавателями по вокалу, с Натальей Балдиной, с Василием Синьковым. Занимаюсь сценречью, с хореографической постановкой. Постоянная подготовка идет. Поэтому я уверена, что так как мы готовимся, а мы готовимся очень серьезно, уверена, что у нас все получится. До фестиваля остается совсем немного времени. Вы продолжаете участвовать в акциях, концертах. Когда находите время на подготовку? Конечно же, мы готовимся параллельно к конкурсу, параллельно идут и концерты, на которых меня хотят видеть режиссеры нашей страны. Я с удовольствием принимаю в них участие. Это и 3 июля, и 7, 8, 9 июля в Александрии. Как оцениваете свои возможности на фоне других участников конкурса? Я уверена, что все будут очень матерыми вокалистами, серьезными конкурентами, потому что, в принципе, «Славянский базар» – это серьезный конкурс, очень сильный в плане представителей. Потому что, например, в нашей стране был отбор в несколько этапов, и выбирали лучших из лучших. Поэтому я уверена, что и от других стран также приедут достойные участники, и я уверена, что за победу придется побороться. Песни, выбранные вами для конкурса, как раскрывают вас как певицу и как артистку? К подбору репертуара мы подошли очень серьезно. У нас было несколько прослушиваний. Приезжала делегация из Министерства культуры, также собиралась дирекция с продюсерского центра «Спамаш», и мы постоянно отбирали, отбирали, прослушивали. И было принято решение написать песню специально для меня. Это сделал Леонид Ширин, он написал шикарную песню «Заставь меня дышать». Наталья Тамбовцева написала текст, который также проник в мое сердце. И вот мы работаем над этим треком. А насчет мирового хита мы определились на драйвовой композиции «How way to hell» – ACDC. Эта песня звучала на моем концерте во Дворце Республики, который был 14 февраля. Я помню эту энергию, которая шла в зал и от зала ко мне, когда я пела эту песню. Это рок, это энергия, это драйв. И я уверена, что эта песня раскроет меня немножко с другой стороны, потому что первую песню в первый конкурсный день я буду петь лирическую. А здесь абсолютно противоположность меня. И я надеюсь, что этой композицией я покорю судей. Эта песня понравится залу, который меня поддержит. И я думаю, что все получится. Анна, благодарим вас за встречу и желаем в вашем лице победы всей Беларуси. Спасибо. Я сделаю все для того, чтобы принести нашей стране победу.